Статы персонажа – параметр, от которого напрямую зависит ваша эффективность в любой активности. Некоторые важны в PvP, некоторые в PvE, но большинство в обоих режимах игры. Так что найти части брони с хорошими бонусами характеристик – пожалуй, самая главная задача, которую ставят перед собой игроки в эндгейме Destiny 2. Однако многие новички считают, что они не смогут выбить броню с хорошими параметрами в соло или если не ходить в сложной активности типа рейдов. Это не так, и в этом видео я это докажу. Покажу, откуда добыть броню с хорошими статами, что вообще такое хорошие статы, объясню, почему это важно и дам рекомендации по фарму. Уверен, что инфа будет полезной как для новых игроков, так и для тех, кто играет давно, но по какой-то причине так и не обзавелся приличными шмотками. У видео есть тайм-коды, так что ты можешь просто ориентироваться по теме, используя навигацию под видео. Но сначала поставь лайк и подпишись на канал, чтобы получить шанс выиграть коллекционную эмблему Апейроидер. У меня накопилось несколько разных эмблем, знаете ли, так что я планирую избавиться от них, разыграв их среди подписчиков как тут на канале, так и у себя на Бусти. Нажми на колокольчик, чтобы следить за выходом каждого нового видео, ведь я планирую давать тебе шанс получить награду во всех ближайших роликах. Просто подпишись, поставь лайк, напиши комментарий и удачи! В этом видео мы будем много говорить о броне, а броню надо фармить. Мы, конечно, разберем способы того, как это сделать проще, но я понимаю, что даже так не все захотят заморачиваться и предпочтут найти способ полегче. Для этого могу посоветовать сервис Двинг. Они уже много лет помогают стражам сэкономить время и нервы на фарме и прохождении сложных активностей. Благодаря обновленным опциям сервиса вам больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Любой контент нового дополнения финальной формы может быть пройден вместе с вами. Цены там стали ниже и доступнее, а по предоставленному промокоду TripleVibe вы получите специальную скидку в 15% на все услуги. И еще, в связи с большим количеством заказов, сервис открыл недавно набор новых сильных игроков, готовых помогать другим с активностями в Destiny 2. Так что если вы опытный игрок и хотите присоединиться к команде Двинг, напишите им. Ссылку на сайт и контакты оставлю в описании. Итак, теперь говорим о броне и статах. Как часто ты видишь игроков, у которых в характеристиках по три сотни или даже по четыре? Думаю, что в последнее время не так уж редко. Как раз потому, что в последние пару лет получение такой брони стало проще. К счастью для всех нас. Для начала нам нужно обсудить, как на самом деле работает броня с высокими характеристиками. Потому что в игре нет какого-то объяснения этому, достаточного для того, чтобы новый игрок все понял. Так что вот несколько основных правил по подбору брони. Легендарная броня максимально может иметь до 68 единиц статов в общем. Или, как их называют, Total. Это количество рассчитывается из суммы каждого из шести параметров и не учитывает моды и абсолют версии брони. Об этом позже объясню тоже. Экзотическая броня может выпасть с числом в 71 единицу в Total. Возникает вопрос. Больше статов в общем значит лучше? И да, и нет. Долгое время частым советом новичкам была любая шмотка выше 60 или 65 хорошая. На самом же деле важна не только общая сумма характеристик, но и то, как это число распределено по статам. Если вам выпала броня с общим числом выше 60, но в которой при этом все показатели распределены так, что примерно одинаковы, значит это мусор, а не шмотка. Гораздо более ценны те шмотки, в которых 2 или 3 характеристики значительно превышают показатели других. Например, стойкость и интеллект. Это круто, потому что обычно при сборке какого-то билда на своего стража вы знаете, какие параметры хотите выкрутить до сотни. Например, для выживаемости и частой ульты повышаем стойкость и интеллект. Для частых гранат, дисциплину и так далее. Важно, чтобы ключевые для вашего билда характеристики были в таких вот пиках на броне. Однако, правило в том, что лучше выбивать шмот с общим количеством статов выше 65, все равно актуально, потому что вы не сможете достичь статов по сотке в нескольких характеристиках, если будете использовать броню по 60 или меньше единиц. Еще одна важная деталь о распределении характеристик, о которой многие не знают, заключается в том, что в игре есть две скрытые категории по распределению статов. Выглядит она условно так. Статы у каждой шмотки делятся на половины. Три верхних статы в первой половине и три нижних во второй половине. И при дропе каждого фрагмента брони, вам игра старается балансить эти две части по цифрам. То есть, если у вас выпало 30 единиц к подвижности, то и в какой-то стате из второй категории, скорее всего, будет та же цифра. Это сделано для того, чтобы мы никогда не получали броню с мощным перевесом в одну характеристику, скажем, в 40 или плюс 50. Это также значит, что невозможно выбить броню с пиковыми значениями в стойкости и восстановлении, например, потому что они из одной категории. Какие статы важны? Итак, мы разобрались, что вашей целью должно быть получение максимально возможных значений в тех статах, которые вам действительно нужны. Еще важно отметить, что характеристики имеют значение и влияют на вашего персонажа только тогда, когда они кратны 10. Так что, например, 39 мобильности это то же самое, что 30 мобильности. А все, что больше 100, вообще не дает никакого бонуса. Поэтому старайтесь не превышать планку в 100 единиц. Теперь давайте обсудим, какие характеристики важнее, а какие можно назвать второстепенными. Начнем с тех, которые наиболее цены и пойдем по убыванию. Важнейший параметр прямо сейчас – стойкость. Старые игроки могут помнить, что раньше на нее особо внимания никто не обращал, но сейчас все изменилось. В каком бы режиме или активности вы не играли, вам нужно в идеале ставить 100 стойкости своему персонажу. Неважно, какой параметр вы хотите усилить для своего билда, нужно начать с того, чтобы накрутить 10 единиц стойкости. Потому что в таком случае вы получите плюс 30% к сопротивлению урону, а значит вам будет проще выживать. Дисциплина. Второй показатель вашего персонажа, который полезен в любой ситуации. Дисциплина с высокими цифрами поможет вам быстрее восстанавливать свои гранаты, а гранаты помогают и в ПВП, и в ПВЕ. В ПВЕ это еще и ключевой компонент для многих билдов. Их можно использовать для восстановления здоровья, для замедления врагов, для урона, для бафов, для дебафов. В общем, крайне важный параметр для любого класса. Мобильность. Крайне важная стата для охотников, но абсолютно бесполезная для варлоков и титанов. Она улучшает прыжки и скорость перемещения, но у охотников она еще и улучшает скорость регенерации классовой способности. Играя на охотнике, я всегда стараюсь повышать мобильность в максимум сразу после того, как настрою стойкость. Восстановление. На бумаге этот параметр повышает вашу живучесть и скорость восстановления здоровья. Однако по факту работает он не так хорошо, как хотелось бы, так что по приоритету я бы его не ставил сильно высоко. Наибольшую ценность восстановление имеет для варлоков, потому что позволяет им быстрее восстанавливать классовую способность. Интеллект. Этот параметр поможет вам восстановить ваш супер чуть быстрее. Но правды ради, ульту можно быстрее набивать с помощью настроек подкласса или перков на оружии. Я, например, в последнее время часто играю с пульсой злые силы и откатываю ульту чаще, чем если бы у моего перса был интеллект на 100. Напишите, кстати, в комментариях, нужно ли рассказать о моих билдах в отдельном видео. В общем же, я могу понять тех игроков, кто качает интеллект для пвп, например. Ведь в сражениях против игроков набить ульту не всегда получается именно через фраги. Но она имеет важное значение в состязательных режимах. Сила. Отвечает за вашу способность атаки ближнего боя. Существует множество различных способов восстановить заряженную атаку у рукопашки. Через прыжки, экзоты, способности. Я, например, часто играю на охотнике с билдом на ближние атаки и перекаты. Титаны тоже большие фанаты бежать кулаком или плечом вперед. Так что, ну, не могу сказать, что этот параметр не важен. Просто он нужен лишь под конкретные билды и только вам решать, необходим он вам или нет. Коротко о модах и абсолютах. И еще пара очевидных моментов о статах, без которых рассказ о том, как настроить характеристики своего персонажа, будет неполным. Прокачка брони и моды. Постараюсь буквально в двух словах, чтобы не останавливаться на этом надолго, потому что для большинства это все же очевидно. Первое. Любая броня, легендарная или экзотическая, может быть прокачена до абсолюта, после чего к каждому параметру на броне будет добавлено плюс 2 единицы. Значит, в общем, плюс 12 единиц на предмет тотал. У экзотов, превращенных в абсолют, еще и открывается доп. ячейка под моды, которыми вы можете еще увеличить характеристики. Второе. Вы можете повышать статы брони и персонажа, соответственно, модами. Они делятся на плюс 5 и на плюс 10, и стоят разное количество энергии брони. В идеальном мире вы выбиваете такую броню, которой не понадобится сильной докрутки статов с помощью модов. Но в реальности такое удается мало кому, и чаще всего статы дотягиваются с помощью модов в броне и подклассе. Да, в подклассе, посмотрите на ячейки фрагментов, у почти каждого будет тот или иной эффект на характеристике. Некоторые помогут вам добить нужные параметры персонажа, в то время как другие, наоборот, могут отнять у вас число каких-то параметров. Как получить нужные статы? Прежде чем мы разберем самые оптимальные источники получения брони с хорошими статами, считаю важным дополнить, что вообще-то мы можем не надеяться только на святой рандом в вопросе выпадения статов. Потому что игрок может влиять на то, какая броня с какими статами ему падает. Дело в том, что в настройках вашего призрака есть вот такие моды, которые могут вам помочь. Упрочнитель. Кажется, просто ставишь его и все. Вся броня будет падать с нужной характеристикой. Например, уровень подвижности полученных вами элементов брони со случайными характеристиками с большей вероятностью будет высоким. Не менее 10, вот пишут. Но на самом деле все чуть запутаннее. На самом деле, если вы хотите получить прирост в определенную стату, то лучше не фокусировать ее на призраке. Как так? Ну, смотрите. Например, вам нужен билд на охотника с высоким параметром мобильности, стойкости и дисциплины. Вспоминаем, что игра разделяет эти статы на две тройки, верхние и нижние, и не дает завышать две статы в одной категории. А в условиях примера вы мечтаете получить две высокие статы из верхней группы, мобильности, стойкость и еще одну из нижней. Так что лучшим решением будет фокусировать дроп брони на стате, которая находится в нижней категории. Например, на нужной нам дисциплине. После этого, с большой вероятностью, у вас будет шмот с хорошей дисциплиной, а значит другие статы из нижней группы уже не смогут быть завышенными. Если звучит сложно, просто ставьте в призрака дисциплину, и тогда у вас чаще будут падать шмотки с сочетаниями дисциплина плюс мобильность, дисциплина плюс стойкость или дисциплина плюс установление. Наиболее интересные для большинства билдов, иначе говоря. Теперь переходим к следующему и главному вопросу, как фармить нормальную броню. Самое простое, покупка. Но где можно купить броню с норм статами? Ну, например, у Зура. Торговец приносит иногда довольно неплохие легендарки, так что, как я и говорил в отдельном видео об обновленном Зуре, есть теперь смысл регулярно его проверять. Еще один простейший способ получить броню с хорошими красивыми статами, фокусировка эпизодических анграм у вендоров в шлеме. Просто ставим мод в призрака, по принципу которой я только что рассказал, заходим в меню фокусировки и покупаем броню за анграммы. Можете обратить внимание, что тут как раз вот и сказано о том, что броня будет падать с фокусом на стату из мода в призраке. Это самый простой способ, и как видите, вот, я получил вполне приличные перчатки, например, на стойкости дисциплину. Учитывая, что анграммы эпизода сыпятся как не в себя в любых активностях и плейлистах, все, что вам нужно, чтобы заполучить тут нормальную броню, это играть в игру так, как вам нравится. Потом фокусировать эти анграммы в шлеме. Если говорить об эндгейм-активностях, то, конечно, рейды и подземелья отличные источники сильной брони. Особенно это все же касается подземелий. Они проще и поэтому доступнее, чем рейды. О рейдах говорить вообще сейчас не буду, те игроки, которые в них ходят, и так все знают. А вот про подземелья давайте все же поясню. Прохождение подземелья и убийство финального босса, это отличный вариант фарма брони с высокими статами. Все, что вам нужно, это убедиться, что в подземелье сейчас активна награда со сверхмощным снаряжением, потому что только в таком случае вы можете фармить тут награду в течение одной недели. Просто убиваете босса, перезалетаете на него по сейву и убиваете снова. Сейв или чекпоинт можно найти на серверах LFG для поиска игроков, в различных дискордах они бывают, или на сайте D2 Чекпоинт. Я сам этим пользуюсь, регулярно беру там сейвы. Удобно, правда иногда сайт лежит. В общем, проверяйте, ссылку в описании оставлю на всякий случай. Одними из самых простых для фарма считаются боссы подземелья Яма Ереси и Откровения. Там вообще можно соло фармить при большом желании, но командой вы будете делать все быстрее, конечно. Я лично нафармил много отличной брони, которой пользовался долгое время именно в Откровении. Ну и пока мы говорим о подземельях, стоит сказать об искусной броне. Это броня, которая содержит дополнительную ячейку модификаторов, в которую как раз можно ставить именно моды на характеристики персонажа. Мод в такой броне даст вам плюс 3 к параметру, что хоть и не так уж и много, но может помочь добить вам стату до круглой цифры. Кроме того, если вы выбьете искусный классовый предмет, то сможете получить больший прирост к стате, чем с обычным классовым предметом, на которых обычно нет никаких характеристик. Получить такую броню можно либо у Зура, но это редко, либо гарантированно выбить в подземельях на уровне сложности мастер. Я для такой брони чаще формил подземелья тиски алчности и до сих пор использую часть этой брони как основную для некоторых билдов. Как разобраться во всем своем теперь снаряжении, спросите вы. Выформить снаряжение это одно, а вот расставить его по ячейкам так, чтобы везде был баланс, чтобы не было статов выше сотни, но было 3 или 4 сотни при этом, того чего хочется, а еще экзот как-то надо впихнуть. К счастью, есть несколько классных и удобных инструментов, которые вам в этом помогут, если не хотите разбираться самостоятельно. Я сам строю наборы брони, либо в конструкторе наборов в ДИМ, самой популярной софтине для управления снаряжением, либо на сайте D2ArmorPicker. И тот, и другой инструмент удивительно удобен и сделает всю работу за вас, чтобы определить наилучшие возможные комбинации. Просто зайдите на сервис под своей учетной записью, выбирайте персонажа, отметьте статы, которые хотите выставить на сотню, укажите экзот, который вам нужно учитывать в билде и подкласс, если это критично. И все, сайт найдет все лучшие комбинации брони и модов и скомпонует их для вас. Нажмите кнопку для экипировки и броня тут же наденется на вашего персонажа с учетом всех настроек и модов. Просто зайдите в игру и потом проверьте, что все норм встало на места и вы получили те статы, которые хотели. Я постарался уместить в это видео всю основную информацию о том, как собираются шмотки и статы с хорошими значениями. Но понимаю, что у кого-то могут появиться дополнительные вопросы, так что пишите их в комментариях, я или другие игроки помогут вам ответить на все эти вопросы. Спасибо за просмотр, за лайк и подписку. Не забывайте про розыгрыш и эмблем в каждом новом видео. И до связи! Субтитры сделал DimaTorzok